Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. В прошедшие выходные в Рыбном прошел фестиваль «Богатырская сила», который пропагандирует здоровый образ жизни, семейные ценности, показывает российской молодежи и всем рязанцам примеры побед и рекордов разных силовых видов спорта. Борьба, русский жим, рубка и распил бревен, а также многое другое. Отчет о фестивале в нашем следующем сюжете. Фестиваль «Богатырская сила», который прошел под городом Рыбном на реке Божия, объединил не только спортсменов, но и любителей активного образа жизни. Программа фестиваля получилась достаточно насыщенной и интересной для зрителей, ведь в каждом из проводимых здесь состязаний мог принять участие любой желающий. Запомнился прежде всего турнир по пляжной борьбе. Пляжная борьба – это, пожалуй, один из неординарных, но тем не менее интересных видов единоборств. У истоков современной пляжной борьбы стоят американцы, которые в начале прошлого века вслед за пляжным волейболом придумали еще один вид развлечения, как рестлинг на песке. Однако, если копнуть вглубь, то борцовские поединки на прибрежных территориях были весьма популярны еще издавна среди различных народов Европы, Азии и Африки. Со временем пляжная борьба стала не просто народной забавой, но и вполне самостоятельным видом спорта со своими отдельными правилами и регламентом проведения соревнований. Правила и принципы здесь очень просты. Схватка между противниками длится 3 минуты на круглой площадке диаметром 7 метров. Главная задача для борцов – дважды повалить своего соперника на песок, заставив его первым коснуться земли, либо вытолкнуть за границы игрового круга. Интересно, что с 2004 года Международная федерация объединенных стилей борьбы официально объявила пляжный рестлинг международно признанным видом спортивной борьбы. Призань же подобный турнир проходит в третий раз. У нас два возраста ребят и два возраста девчонок было. Мы всех построили. И по правилам филовского правилам, все-таки официальное соревнование, мы разделили как? Одна категория – легкий вес, другая в каждом возрасте, другая категория – тяжелый вес. Грубо говоря, стоят ребята одного возраста, мы примерно по половине делим. Одни – легкие весовые категории, другие – тяжелые. Ну, спорт интересный. Очень много бросков. По времени проходит три минуты у взрослых, у юноши две минуты. И за этот период времени ребята успевают проделывать красивые броски. Борьба только в стойке, в партере борьбы нету. Ну, все-таки песок, ну, это и по правилам так. А в стойке были броски. И амплитудные, и менее амплитудные. Ну, очень красивые. Несмотря на довольно большое число участников, призовые места все-таки остались за представителями рязанских борцовских спортшкол. В пляжной борьбе, я считаю, там больше как от вольной и от сумо взятой. И потому что на песке с классикой, нежели там же уже у нас борьба только захватов и без ног. Соответственно, было, конечно, тяжело, но тренировки, соответственно, смежно по вольной борьбе, то есть помогли. Известно, что в Рязанском регионе сейчас усиленными темпами развивается женская борьба. Она по-настоящему становится популярной и массовой. Потому и прошедший турнир на песке реки Вожи не обошелся без девушек-спортсменок и даже девушек-арбитров. Мы ходим на песок, сразу скользко, босиком это все. Песок в лицо летит, в ушах везде песок. Ну, не очень приятные ощущения. Сложности и оценка. Там бывают спорные моменты, какую дать оценку. Либо там полпобеды в пляжной борьбе, либо целую победу, либо вообще ничего не давать. Это как бы очень сложно было. И лично я постоянно еще путалась. Где красный, где синий. Не забывала на какой руке. Фестиваль «Богатырская сила» отметился также и мастерским турниром по классическому русскому жиму. На соревнования помимо рязанских жимовиков приехали спортсмены и из других регионов. Причем среди иногородних силачей были и рекордсмены, и призеры крупных всероссийских турниров. Благодаря этому обстоятельству уровень состязаний получился высоким. Напомним, что русский жим зародился 15 лет назад. Первый турнир состоялся в честь 55-летия победы в Великой Отечественной войне на площадке спортзала Высшей школы экономики. И тогда спортсмены жали, если можно так выразиться, юбилейную штангу, то есть весом 55 килограммов. Благодаря простым и понятным правилам, то есть жать на максимальное количество повторений, русский жим приобрел большую популярность у посетителей тренажерных залов во всей стране. Что еще интересно в правилах русского жима, так это метод определения победителя. Здесь он определяется не общим максимальным числом жимовых повторений штанги, а так называемым коэффициентом атлетизма. Для расчета количества повторений умножают на вес штанги и делят на собственный вес спортсмена. Это и есть так называемый коэффициент атлетизма. В общем, как признают сами участники, чтобы выиграть турнир, совсем не обязательно иметь большую массу тела, но необходимо обладать запредельной силовой выносливостью. Благодаря всем своим особенностям, сейчас русский жим занял уверенную позицию в семействе силовых видов спорта. Я даже не могу просто сразу на скидку сказать, сколько у нас рекордов России, то есть как бы рекордсменов, то есть победителей Кубка в Евразии, победителей Европы. Лучше я не говорю про международные турниры. Приходят на силовые тренировки, а затем и турниры по русскому жиму, и девушки. Так двойным победителем «Бухатырской силы» стала Светлана Уколкина. Она пожала 35-килограммовую штангу 104 раза, а 45-килограммовую выполнила 68 повторений. Мы не работаем на запредельных весах, мы не травмируем суставы. То есть наши тренировки – это и кардио в себя включает, то есть да, и присед, и тяги, ну и очень много жима. Тело в первую очередь, все мышцы, они сушатся, потому что мы работаем на выносливость. То есть мы буквально бывает за один подход в жиме 400 калорий. 400 калорий сжигаем просто за один подход. Помимо двух силовых турниров по борьбе и русскому жиму, на фестивале «Бухатырская сила» проводили и забавные конкурсы, как, например, бег с женой на руках через препятствия или распил на скорость бревен. Спасибо гостям, спасибо организаторам, спасибо патронам, спонсорам, которые помогли нам провести этот фестиваль. И я думаю, что теперь каждый год на реке Вожа под городом Рыбное будет проходить фестиваль «Бухатырская сила». На прошедшей неделе завершился чемпионат и первенство Рязанской области по конному троеборью. Соревнования прошли в поселке Дивово на местной конно-спортивной базе. Побороться за титулы и призы съехались более 30 участников из различных регионов России. В поселке Дивово Рыбновского района на базе местного конезавода в течение долгого времени устраивались традиционные ежегодные соревнования по конному спорту, причем довольно высокого уровня. Здесь проходил чемпионат Центрального федерального округа. Но, к сожалению, в прошлом году конный завод постигла трагедия, когда сгорели конюшни. И мы не смогли в прошлом году провести эти соревнования. С нас этот статус был убран. И на сегодняшний день мы проводим чемпионат Рязанской области. Наша съемочная группа побывала, пожалуй, на самом зрелищном и в то же время одном из сложнейших состязаний чемпионата. Чемпионат по конному троеборью включает в себя несколько видов состязаний, а именно выездка, кросс и конкурс. А времени не так уж и много, всего 5 минут. За лишние секунды начисляются штрафные баллы. Однако приходить к финишу намного раньше времени оказывается тоже нежелательно. В ходе сегодняшнего состязания каждому спортсмену предстоит пройти дистанцию длиной более 2 километров и преодолеть 28 препятствий. Главная задача – это верно рассчитать силы лошади и уложиться в заданное время. В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных уголков нашей страны и ближнего зарубежья. Казахстан, Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Курск, Краснодарский край – вот далеко не полная география чемпионата. Среди участников были как начинающие спортсмены, так и титулованные. Для молодых наездников этот чемпионат стал отборочным к универсиаде учащихся, который пройдет в конце августа. Ну а для опытных спортсменов – это хорошая тренировка и возможность вывести в большой спорт молодых четвероногих партнеров. Если лошадь приходит раньше, то она теряет очень много сил, и поэтому к завтрашнему дню ей будет тяжеловато участвовать в следующем старте. Юлия Жилина, мастер спорта, член сборной России, кандидат в олимпийскую сборную, прошла дистанцию кросса за 4 минуты 38 секунд без штрафных очков. В предпоследний день испытаний судьи говорили о ней как об одной из самых перспективных участниц этих соревнований, но в итоге она и ее конь Каларон заняли лишь девятое место. Артем Козлов на приколе, отстаивавший честь Рязанской области, оказался седьмым. Ну а лучшим стал мастер спорта Александр Борисов, выступавший за Краснодарский край. Надеемся, что эти соревнования станут традиционными, и через год мы снова будем любоваться этим невероятно эффектным симбиозом человека и животного. Быть здоровым и молодым – это не только плакатный призыв, а для некоторых людей это и лозунг всей жизни. Однако на пути к достижению прекрасной спортивной формы бывает встают довольно сложные, а порой попросту ненужные препятствия и барьеры, причем в прямом смысле этого слова. Речь в следующем сюжете пойдет о чрезвычайно крепком металлическом заборе, огораживающем стадион в московском микрорайоне. Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Известное правило страны чудес, в которые однажды попала Алиса. Да вообще бегать очень полезно, равно как заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. И бывает очень обидно, когда в эпоху пропаганды спортивного и здорового образа жизни непонятно, куда же податься, чтобы уже начать, ну или продолжить этот сам образ жизни вести. Безусловно, в нашем городе достаточно фитнес-клубов, где любой желающий за относительно небольшие деньги может получить те самые профессиональные услуги и стать обладателем накачанных мышц и красивого тела. Жителям многих районов повезло и в том, что площадки с уличными тренажерами всегда в их распоряжении. Есть и такие счастливчики, которых угораздило жить рядом со стадионом. Ведь что может быть приятнее пробежки на свежем воздухе? А вот жители московского района уже не первый год недоумевают. Рядом великолепный стадион и, казалось бы, бегай не хочу, нарезай круги сколько душе угодно. Только есть одно но. Попасть на стадион Агротехнологического университета практически невозможно. Фух, как вы сюда попали? Я через забор перелез. А так закрыто, да? Да, постоянно. И часто вы через забор лазите? Каждый день. А много тут вот таких вот людей обычно? Ну, раньше было много, но сейчас я один остался. Ага. Ну, забор вообще страшный, нет? Опасный, да. Ну, я знаю там одну лазейку. Так что пока без травм. А, то есть забор не преград настоящим спортсменам? Да. Да, стадион огорожен забором. С одной стороны он бетонный, с другой вообще абсолютно устрашающего вида с острыми штырями наверху. Настоящее произведение антивандального искусства. Все ворота закрыты. А тут всегда ворота закрыты? Их вообще никогда не открывают? Идем тоже? Нет, ну когда кто приезжает, отсюда. А вот как бегают сейчас на стадионе? Нет людей, например? Или вечером? Можешь туда как-то попасть? Побегать? Ну, это по распоряжению ректора. Сейчас никого не пускают, потому что там тот дождик, тот площадку там делали. И днем тоже не пускают? Да. Вот и непонятно, но как же так? Наша съемочная группа попробовала разобраться и выяснить, кто же все-таки прав. Те, кого не пускают или те, кто не хочет делиться таким вот благом. Но зато на стадион проходил бесплатно он. Пропускали дядю Степу. Думали, что чемпион. Конечно, руководство вуза понять можно. В пору, когда вход на стадион был доступен всем желающим, постоянно приходилось выгребать мусор и разгонять пьяных. Далеко не все стремились на территорию за спортивными удовольствиями. И тем не менее, ощущение, что данная ситуация неправильно, не покидает. Страдают, кстати, не только любители пробежек на свежем воздухе, но и молодые мамы, которым негде гулять с детьми. Вот вечером, например, пойти на стадионе с ребенком погулять? Нет. На стадионе не погулять. Здесь все закрыто кругом. Никаких ни детей. Раньше бегали здесь, занимались там спортом. Сейчас вообще ничем уже не занимается, потому что закрыто все. А выходные, кстати, знаете как? Ну что-то выходные даже... Нет, стадион на выходные не открывают. Нет, стадион всегда, теперь всегда закрыт. Это бесполезно. Здесь еще, может быть, открывают, но я что-то как-то на выходные даже не думала. Мне кажется, здесь все закрыто. Так что погулять негде. Детишкам плоховато. Ничего у нас тут нет. Проректор по воспитательной работе заверяет, что если очень захотеть, то попасть на стадион все-таки можно, но не позже восьми вечера. Для этого достаточно зайти на проходную, расписаться в книге учета и дежуривший в это время вахтер с радостью откроет ворота и проведет на желанный стадион. Сюда попасть можно. Приходят в центральный вход, пожалуйста, есть книга регистрации, кто здесь есть. Записывается книга, ему проходят, открывают стадион так же, как и мне. Без проблем совершенно. В любом человеку? В любом человеку. И в любое время? В любое время до восьми. А вообще, когда он бывает открыт, так что можно было войти в ворота, побегать, погулять? Еще раз объясняю. Человек посторонний входит, регистрируется. Понимаете? Были случаи, когда нам предъявляли претензии, и полиция предъявляла. Люди спрашивали, почему ломают руки, а вы ничего не можете сделать. А что я могу сделать, если этот человек не мой, и мы за ним не наблюдаем? Ага, то есть когда лазят, через забор руки ломают? Я не знаю, лазят они через забор, или проходят ли они где-то. У нас цивильный вход, пожалуйста, центральный вход университета. Вот только мало кто так делает. Большинство просто печально смотрит на данное сооружение, пугается забором, на стремление к здоровому образу жизни, осуществляет где-нибудь в другом месте. Ну, или не осуществляет. Конечно, истинного спортсмена данная преграда вряд ли может серьезно остановить. Вопрос в том, почему в погоне за собственным здоровьем им же и приходится рисковать. Плюс ко всему, нарушая правопорядок. И да, коллектив нашей телекомпании советует не повторять подобных подвигов в избежании травм и надеяться на ваше благоразумие. И на сегодня это все. Будьте спортивными и здоровыми, и пусть всегда у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова